Приветствую всех на новой 15 серии сюжета Сенсей Учиха. Прослушать сюжет с первой до 15 серии можно в плейлисте по ссылочке в описании, а также благодаря всплывающим подсказкам на экране. А прослушать этот сюжет с первой по 57 серию можно на Бусти и Патреон, ссылки на которые тоже есть в описании в закрепленном комментарии. Кнопку лайка прожали и смотреть сюжет помчали? Приятного просмотра! Глава 15. Обита против Данзо Мужчина в черном плаще расхаживал из стороны в сторону, дожидаясь своего ученика. Сегодня было воскресенье. Обита посмотрел на часы, которые показывали 20-10. Наруто должен был появиться еще 10 минут назад, но его не было. Душу Обита начала наполнять какое-то странное чувство тревоги. В последний раз подобное чувство он испытывал незадолго до того, как погибли его сенсей с женой. Да где же он пропадает? Недовольно буркнул Обита. Учиха был хорошо закален в боях. Он услышал позади себя еле уловимый уху шум. Обита даже не повернулся и просто застыл на месте. Через секунду в него влетел Кунай. Он должен был причинить боль сенсею Наруто в лучшем случае, а в худшем убить, если бы тот заблаговременно не активировал Камуи. Зловещий горящий шаринган и развивающийся на ветру плащ Обита заставили даже слегка дрогнуть члена Анбу, который без предупреждения атаковал Учиху. Учиха медленными, тихими шагами начал приближаться к Анбу. По всей видимости, он был послан сюда с одной целью – убить того, кто когда-то спас Наруто. Но кому же выгодна смерть человека, который и так считается мертвым? Анбу запустил в Обита еще один Кунай, но тот снова прошел сквозь Учиху. Обита ускорил шаг, на что Анбу вытащил из ножен свою Танта. Однако перед Обита появилась странная воронка. Учиха исчез в ней, и Анбу начал недоуменно глядываться. Сбоку от него показалась голова Обита. Анбу обрушил вниз свое оружие, намереваясь обезглавить Учиху. Но клинок прошел сквозь мужчину, не причинив ему вреда, используя удивление врага. Ученик Минато взглянул в глаза оппоненту, бояц Анбу застыл на месте, как вкопанный. Вы совсем рассверепели. Мангекё в глазнице Обита крутанулся, и несчастного Анбу засосало в камуи. Ладно, сначала отправлюсь домой к Наруто, а потом вытащу этого придурка обратно. Использовав камуи, Обита переместился домой к ученику. Свет был повсюду включен. Но что странно, Наруто никак не реагировал на появление сенсея. Ведь едва тот оказался в коридоре, как половица громко заскрипела. Но зато отреагировал тот, кого Обита не ожидал тут увидеть. Из гостиной вышел мальчик с темными волосами и глазами желтого цвета. Учиха сразу узнал его. Это был Широ. «Наруто, это ты?» Спросил мальчик, выйдя из гостиной. «Эй, а я вас помню. Вы же сенсей Наруто!» Широ указал на Обита, увидев того перед собой. «Все верно?» Сдержанно отозвался мужчина. «Тебя же Широ звать?» Ответом послужил молчаливый кивок сына Арачимару. «Ты не знаешь, где Наруто?» «Нет, не знаю». Мальчик пожил плечами. «Я сегодня целый день помогал Джирайо Сенсею в библиотеке и освободился совсем недавно. Думал вот проведать Наруто и предложить помочь в подготовке его к экзамену на Генина. А его нет. Я думал, может вы снова забрали его сегодня?» «Нет, я должен был с ним сегодня встретиться». Но он почему-то не пришел. Обита посмотрел куда-то в сторону и заметил на косяке входной двери царапину. Учиха медленно подошел и начал внимательно осматривать эту царапину. Судя по всему, оставленная она была совсем недавно. Прямо перед ней было несколько бордовых пятнышек, что сразу заставило насторожиться Обита. Повернув в сторону дверную ручку, Обита открыл дверь и вышел на крыльцо. Он заметил, что трава у крыльца была примята, будто на ней стояло несколько человек. Широ молча подошел сзади и недоумевающе посмотрел на Учиху, проводившего расследование. «А что вы делаете?» «Сейчас узнаешь». Серьезным тоном произнес обладатель Шарингана и прошел в дом. Мангекё снова закрутился, и посреди комнаты появилась воронка. Спустя секунду из нее выпал тот самый Анбу, который атаковал Обита на скале Хокаги. «Это же... это же самый настоящий Анбу! Что вы с ним сделали?» Широ начал тянуться к Кунаю, опасаясь Обита и думая, что он желает причинить ему зло. «Широ, остановись, я тебе не враг». Обита принялся связывать этого Анбу. Закончив с этим, он привел его в чувство парой ударов. «Говори все, что знаешь о том, где Узумаки Нару-то». Ответа так и не последовало. Обита грубо сорвал с него маску и, ударив ногой в живот, заставил того скривиться от боли. Учиха схватил бойца Анбу за челюсти и открыл ему рот. На языке стояла странная печать. Теперь Учихе стало все ясно. Он гневно сжал кулаки, что не укрылось от внимания Широ. Мальчик бросил обеспокоенный взгляд на Обита. Но дабы точно удостовериться в своих догадках, Учиха погрузил Анбу в Гензюцу. «Данза!» Злобно прошипел Обита, когда узнал все, что ему нужно. «Ты ответишь мне за это, урод!» На кистях Обита появились цепи, которые он сразу закрепил, издав характерные щелчки. «А при чем здесь советник?» Не понял этих слов Широ. «Ты знаешь Данза?» Обита повернулся к брюнету. «Ну да, знаю!» Сконфуженно ответил мальчик. «Я помню, о нем нам рассказывали на уроке по истории». «Вот значит как!» Задумчиво хмыкнул Учиха. «Вот что!» «Вчера вечером вот этот!» Обита указал на Анбу. И еще целая куча Анбу Корня, находящиеся под командованием Данза Шимуры, пришли сюда за Наруто. Этот урод послал своих шестерок, и те смогли похитить моего ученика. Учиха резко сорвался с места и направился к двери. «Широ, разыщи Джирайо и Какаши. Потом вместе с ними идите на базу Корня. Уверена, они оба знают, где это находится». И Обита снова исчез в Камуе. 12-летний мальчик с блондинистыми волосами по имени Наруто был прикован к стене массивными металлическими цепями. На этих цепях были необычные печати, которые не давали возможности использовать ниндзюцу. Рядом с ним расхаживал старик с наполовину забинтованным лицом. Взгляд мальчика не предвещал ничего хорошего, как и взгляд этого старика. «Вы, вы совершили огромную ошибку», сухим голосом сказал Наруто. Его глаза постоянно ходили из стороны в сторону, следуя за Шимурой. «Ммм, с чего бы?» Данзо повернулся к нему. «Тебя опасно оставлять на воле. И после вчерашнего я еще больше убедился в этом. Ты раскидал половину моей ханбу. Знаешь техники отца? И этот неведомо кто, который все эти годы обучал тебе, несет угрозу Канохи. «Мой сенсей защищает Каноху из тени!» Вспылил мальчик. «А ты?» «Ты никакого права не имеешь говорить о нем!» «Я о моем отце!» «Единственная угроза для Канохи – это ты!» «Старый тупой кретин!» Узумаки в презрительной манере плюнул прямо в лицо Данзо. «Молчать, отроди лиса!» Шимура отвесил висящему над полом джинчурики, звонкую пощечину и вытер слюну Наруто. «Ты тот, кто разрушил Каноху и убил множество жителей, и даже своего нерадивого отца!» «Врешь!» Прохрепел от усталости и злости Наруто. «Мой отец был героем! Пусть он и заключил в моем теле Кьюби, но он верил, что я найду в себе силы идти дальше! Он верил в меня! Я не подведу его стремления! Я буду делать все так, чтобы он мог мне гордиться! Я буду защищать Каноху из тени! Как это делает мой сенсей? А ты, старый дурак, неспособный отличить джинчурики от того, кто в нем запечатан!» «Хмм, делал!» Данзо поправил мальчика на мгновение, ухмыльнувшись. «Я послал своего лучшего Анбу на устранение этого человека! С минуты на минуту он принесет мне его голову!» «Мой сенсей, вам не по зубам! Лучше отпустите меня сейчас, пока не стало слишком поздно!» Узумаки хитро ухмыльнулся, будто зная, что Обита обязательно придет за ним. «Он порвет тебя на части и всех твоих прихвостней, если узнает о том, что я здесь!» «Поверь, мой учитель в гневе страшнее, чем девятихвостый лис! Он и камня на камне здесь не оставит!» «Данзо сама!» «Специалисты по запечатыванию здесь!» Отрапортовал один из Анбу, стоявших у дверей. «Что ж, приступайте!» Шимура отошел в сторону, давая проход специалистам по фуинзюцу. Эти люди в белых халатах подошли к Наруто. Один из них что-то вколол Наруто, а второй поднял его кофту, открывая печать на животе. Узумаки вздрогнул, ощутив воздействие на чакру. Шики Фуджин проявился на животе юного Узумаки. Его тело покрылось холодным потом, когда он осознал, что с ним хотят сделать. Он начал вырываться на цепи, и слабость от истощения сказались на нем, и его потуги оказались бесполезны. «Совсем скоро ты встретишься со своими родителями и сэнсеем!» Едко усмехнулся старейшина. «Приступайте!» Кивнул он своим подчиненным. Те подошли и начали проводить странные манипуляции с чакрой блондина. Наруто ощутил сильнейшую боль в районе живота. Узумаки начал извиваться, как уш на сковородке от этой боли. Крики эхом прокатились по подземелью корня. Однако он не терял надежду на спасение. И оказалось, он не прогадал. Откуда-то с верхнего яруса послышался шум, будто что-то взорвалось. Сразу после этого последовали крики о проникновении неизвестного противника. «Я ведь предупреждал...» Болезненная ухмылка исказила лицо Наруто. «Он не простит этого. Лучше бегите, придурки!» Несложно догадаться, что тем, кто устроил все это, был Обита. Учиха стремительно ворвался на базу корня и также стремительно принялся уничтожать атаковавших его Анбу. Он быстрым движением убрал маску в сторону и молниеносно сложил несколько печати, после чего выдал огненный шар. Техника угодила в одну из колонн, и та, рухнув, похоронила под собой нескольких Анбу, которые, судя по всему, готовились к использованию совместной техники. Каждая секунда была дорога, и Обита прежде никогда не сражался, так остервенело. Вот один из бойцов корня бежит на него с занесенным для удара танта, но Обита поймал его взгляд. Анбу застыл на месте с раскрытым ртом, хоть этого и не было видно из-за маски. Учиха быстрым движением достал из-за плаща взрывную печать, и быстрым движением прилепил ее на теле противника. Не мешкая, Обита мощным пинком отправил этого несчастного Анбу в толпу противников. Раздался очередной взрыв, сотрясший базу корня. Одному из Анб удалось зайти за спину Обита. Он попытался ударить его в спину, но клинок прошел сквозь него, не причинив вреда. Одноглазый Учих резким выпадом сделал подножку, и поймав руку оппонента, резким движением сломал ее. Раздался крик боли, и Учиха отбросил тело врага от себя. Меж тем, врагов становилось лишь больше, и Обита теперь приходилось более грамотно расходовать свою чакру. Отвлекшись на нового врага, обладатель Шарингана заметил летящий в него шар из огня. Конечно, он мог отойти, но новоприбывшие враги не дали ему этого сделать. Тогда Учиха решил использовать козырь. Он грубо сорвал правый рукав, и все увидели, что рука Обита была неестественно белого цвета. Из нее появилось дерево, которое закрыло его от техники. Бросив взгляд назад, Обита резко наклонил тело в сторону, увернувшись от Куная. Он решил дать небольшой отдых глазу, и оторвав ветку Обита, резко обернулся и вонзил ее прямо в одну из прорези для глаз Анбу, который ближе всего приблизился к нему. Громко прозвенев цепями, Учиха побежал на толпу противников. Анбу с тремглав бросились на него. Сенсей, юного Узумаки, вновь активировал Камуи, максимально сблизивший с врагами. Обита взмахнул цепью. Мечи всех атаковавших Анбу прошли сквозь тела Учихи, оказавшись позади Анбу. Обита стиснул цепь, и небольшая группа Анбу, атаковавших его, оказалась скована ею. Учиха взял эту цепь левой рукой, а свою правую выставил по направлению к Анбу. Всех до единого пронзил алианами, вырвавшимся из ладони Обита. И тут в спину Учихи зашел еще один член Корня. Он попытался пробить Учиху со спины, но тот обернулся и перехватил его руку с оружием. Обита силой тряхнул Анбу и прислонил его спиной к колонне, прожигая взглядом, который был полон невероятно сильным гневом. Последний раз, когда Обита был так сильно разгневан, смерть Рин. Иронично, что тогда, что сейчас, он сражался против Анбу. Используя момент, когда Обита временно отвлекся, трое Анбу напали на него со спины. Но своей атакой они убили своего же товарища, так как все оружие прошло сквозь Учиху. «Напевает воспоминания», — сухо прокомментировал Обита, и, подпрыгнув в воздух, совершил разворот на 180 градусов, после чего эффектным ударом раскидал троих Анбу в стороны. «Эвакуируйте господина Данзо, а мы задержим его!» «Не позволю», — зловещий процедил Учиха. Его тело исчезло в воронке. Анбы удивленно начали переглядываться, но тут же услышали тяжелые хрипы со стороны. Оглянувшись, они увидели Обита, который в руке сжимал за горло того самого бойца, который кричал про эвакуацию Данзо. Тело Анбу трепыхалось, пытаясь вырваться из железной хватки Учихи, но бесполезно. Наконец, Обит отжал пальцы и послышался тяжелый хруст. Анбу перестал трепыхаться, и Обита брезгливо бросил его тело в сторону. «Вам всем конец, ублюдки!» Обита решился снова использовать силу первого Хокаги. Острые, словно колья ветки, начали вырываться из тела Обита. Эти ветви начали пронзать Анбу. Никто не спасся. И, наконец, весь первый ярус был очищен от врагов. Обита огляделся по сторонам и увидел, что весь пол был завален трупами убитых им Анбу, но некоторые еще были живы. Учиха тяжело дышал. Этот бой забрал у него много сил, но медлить было нельзя. Его ученик где-то там, внизу, и он обязан остановить Данзо и спасти жизнь Наруто. Учиха использовал каму и оказался уже внизу, на самом нижнем ярусе. Оглядевшись, Обита увидел Данзо и двух его телохранителей, членов клана Яманако и Абурами, Фу и Торуна. «Значит, ты пришел!» Шемура начал откручивать болты на утяжелителях, которые носил на правой руке. «Фу!» «Торуна!» «Займитесь им!» «Тебя ждет мучительная смерть, подонок!» Мангекё словно вспыхнул с новой силой. Обита демонстративно размял кисти и приготовился к бою с Данзо и его прихлебателями. А тем временем Широ добрался до Какаша. «О, здравствуй, Широ. Тебе что-то нужно?» Какаша открыл дверь на сильный стук и увидел своего ученика. «Ха! Сенсей!» Мальчик тяжело дышал и оперся на колени. Становилось понятно, что он долго бежал и сильно выдохся. Данзо схватил Наруто и удерживает его на своей базе. Его учитель сказал мне, чтобы я нашел вас и Джирайо Сенсея, а после чего попросил сразу отправиться на базу Корня. «Вот черт!» Выругался Хатаке и устремил волнительный взгляд на Брюнета. «Широ, подожди секунду. Сейчас пойдем за Джирайо Саном и с ним отправляемся на базу Корня. Только никаких глупостей, хорошо?» «Да, Сенсей!» «Ты подписал себе смертный приговор, Данзо. Я сожалею, что не смог помочь Наруто намного раньше, но я должен хоть немного загладить свою вину перед ним». Какаши натянул перчатки на пальцы и они вместе со своим учеником на всей скорости отправились к резиденции. Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Присоединяйся к нашему сообществу на Бусти или Патреон и поддерживай выход следующих релизов. Ссылочки в описании и в закрепленном комментарии. Для Обита не составило труда одолеть двух прихвостней Данзо. Ему даже ни одного удара не пришлось наносить, чтобы победить их. Достаточно было просто использовать камы. Учихо усмехнулся, ведь беспомощность и неспособность бойцов Данзо противостоять ему одному. Шимура тем временем уже полностью избавился от бинтов на своей руке. Обита с ужасом и отвращением смотрел на нее. Вся рука была усеяна шаринганами, а на плече виднелось лицо первого Хокаги. Ты... Да как ты посмел? Гневный крик сорвался с уст Учихи. Как ты посмел осквернить их тела? Ваш клан нес угрозу, Канохи? Данзо вытащил Куна из рукава, готовясь схолестнуться с Учихой в ближнем бою. Ты отплатишь за то, что посмел осквернить тела моих братьев, а также за то, что осмелился тронуть моего ученика. Урод. Обита тоже вытащил Куна из сумки. Оба противника резко сорвались с места и помчались друг на друга. Спустя секунду два Куная столкнулись, создав Сноп и Искр. Учиха резко отпрыгнул назад, в полете складывая печати. Данзо также резко рванул в сторону, складывая печати. Первым технику использовал Обита. Он сдвинул маску в сторону и выдул огромный огненный шар, направленный в Шимуру. Сам Данзо тем временем сложил последнюю печать и выпустил в Обита очередь воздушных пуль. Техника Обита ударила в пол. Мощь этого шара была такова, что все, кто был тогда на базе, ощутили этот удар. На полу осталась огромная воронка от взрыва техники Сенсея Наруто. Сам Узумаки также почувствовал это и поднял взгляд на тех идиотов, что все это время пытались взломать печать. Мой Сенсе уже рядом, лучше уходите. Меж тем Мучиха с Шимурой снова сошлись в ближнем бою. Обита нанес удар, стремясь достать до шеи Данзо. Однако старик на опыте выставил перед собой Кунай, отразив атаку оппонента. Сноб Искр снова осыпался на пол. Данзо резко дернул руку и Обита пришлось отскакивать, чтобы не попасть под удар. Учиха незамедлительно использовал Камуи. Шимура начал озираться по сторонам и краем глаза заметил позади себя воронку. Попался! Лидер корня взмахнул Кунаем и резко обрушил его вниз, целясь в голову Обита. Однако оружие Шимура прошло сквозь Учиху. Как только Кунай вышел из тела Обита пнул Данзо ногой в живот. Старик отлетел и, затормозив, посмотрел туда, где стоял Обита, но его там не было. Учиха незаметно переместился за спину Шимури и пробил его спину своим Кунаем. Тело старика обмякло и Обита выдернул Кунай. Данзо рухнул на пол лицом вперед, но неожиданно его тело начало исчезать. Обита это нисколько не смутило. Учиха уже понял, для чего ему столько шаринганов. Запретная техника клана Учиха из-за Наги. Об этой технике Обита рассказал Мадара. Сам Данзо тем временем материализовался. Позади Бросив рядом с собой дымовую шашку. Мужчина запрыгнул на одну из колонн и принялся складывать печати. Мангикё завращался с новой силой. Прямо перед Обита появилась воронка, а сам он продолжал складывать печати. Сгори в аду, мразь. Тихо пробормотал Обита и выпустил струю огня из рта. Пламя, подхваченное воронкой, понеслось вниз, прямо на Данзо. Эта спираль сносила каменные колонны и уничтожала облицовку стен своей мощью. Весь атриум залил яркий оранжевый цвет. Все вокруг полыхало с невиданной силой. Явление ада не иначе. Данзо со страхом посмотрел на Учиху, который надыменным взглядом смерил старика. Шимуро увидел молодого мужчину, правая часть лица которого была испещрена шрамами разной величины. Зловещий горящим Мангёко заставил Данзо попятиться назад. Кто ты такой? В голосе Данзо ощущалось волнение. Обита сейчас больше напоминал какого-то злого духа или даже демона, нежели человека. Для тебя я никто. Тело Учихи вновь исчезло в воронке. Извать меня никак. Он очутился прямо за спиной Шимуры. Данзо обернулся, но из-за дыма ничего не увидел. Однако в этом дыму он увидел оранжевый проблеск и сразу понял, что это такое. Спустя секунду из облака на него вылетел огненный шар, а затем еще и еще. Данзо приходилось не сладко. Эти атаки оставляли все меньше и меньше места для того, чтобы отступить в случае чего. Лидер Корня принялся складывать печати. Закончив с этим, он приложил руку к земле. По полу стали расползаться печати, что говорило о том, что Данзо призвал себе кого-то на помощь. Это животное, а если быть точнее химера, имело черты слона, тигра и много кого еще. Старик не раздумывая вскочил на голову этому животному. Баку набрал как можно больше воздуха в рот и начал резко выдувать этот воздух. Меньше чем через 10 секунд поле боя было очищено дыма и гарри. Обита стоял на месте, спокойно смотря на своего оппонента. Убей его! Крикнул Данзо своему призыву. Баку начал резко засасывать воздух в себя. Обита начало тянуть прямо к разинутой пасти чудовища. Учиха лишь нагло усмехнулся и снова начал складывать печати. Мужчина выдохнул шар из огня и пустил его прямо в пасть монстру. Химера взревела, ощущая сильнейшую боль в ротовой полости и вскоре исчезла в белом дыму, оставив Данзо один на один против Обита. Учиха снова исчез в своей технике и, оказавшись перед Данзо, снес ему голову ударом Куная. Тело старейшины рухнуло к ногам Обита и тот брезгливо отбросил его от себя. Данзо появился сбоку от Обита и достал несколько сирюкенов. Он поднес их губам и, пропитав чакрой в голове Обита. Улучив момент, он перехватил одной рукой сирюкен и тут же исчез вместе с ним в Камуи. Один из последних учих оказался сбоку от Данзо и взмахнул рукой сирюкеном. Собственный сирюкен распилил Данзо надвое за счет увеличенного лезвия. Это была уже третья по счету смерть. Шимура снова материализовался, но уже перед Обита. Противники вновь побежали навстречу друг к другу. Оказавшись вблизи, оба противника скрестили свои кунаи. Данзо попытался нанести рубящий удар в голову, но Обита выставил свой кунай и заблокировал удар оружия Шимуры. Учиха резко оттолкнулся и рука Данзо с кунаем машинально двинулась в сторону. Старик попытался вернуть ее в привычное положение, но ему помешал удар Обита по оружию Данзо. Тогда Шимура начал быстро отходить в сторону. Обита же нанес удар с разворота, от которого старишина уклонился и наконец отошел в сторону от обладателя Шарингана. Обита вновь использовал камуи. Мужчина появился позади Данзо. Шимура нанес удар наотмаш, стремясь вонзить кунай в голову Учихи. Но как и в прошлые разы эта попытка оказалась бесполезна. Когда кунай миновал голову захлебывая своей кровью. Обита наступил ему на горло, прижигая ненавидящим взглядом. Учиха резко дернул стопу в сторону и свернул шею старейшине. Тело его вновь исчезло и сам он появился снова перед Обита. Ты Учиха помогавший Итачи? Данзо внимательно посмотрел на масочника, крепящего на своих кистях цепи. Я бы никогда не пошел против собственного клана. Обита пожил плечами, окончательно закрепив цепь. И каждая из твоих смертей приносит мне удовольствие. Обита побежал на Данзо. В ответ на это старик также сдвинулся с места и побежал на Учиху. Спустя несколько секунд оба противника сблизились друг с другом. Данзо выставил вперед Кунай, целясь в голову Обита. Но как и в прошлые разы Кунай вновь прошел сквозь Учиху, не причинив ему вреда. Оказавшись за спиной у Данзо, Обита резко взмахнул цепью, и шея старейшины оказалась в цепи. Учиха начал раскручиваться вокруг собственной оси. Шимура схватился руками за цепь, стремясь вырваться из нее. Обита резко застыл на месте и выпустил цепь из рук. Данзо полетел в сторону одной из колонн и сильно ударился головой о нее. Учиха быстро приблизился и вытащил кунай, как казалось Шимури, готовясь убить его. Но Обита резким движением отсек руку Данзо и вырвал глаз Шисуи из глазницы Данзо. Старик злобно покосился на Учиху, который запрятал глаз в баночку. А ведь я говорил, что убью тебя. Обита натянул на свое лицо маску. А ну стой, кто ты такой? Со стороны раздался голос, принадлежавший Какаше. Хатаке вместе со своим учеником и Джирайей наконец добрались до базы. Сенсей, путь копирующему преградил Шира. Это человек и есть учитель Наруто. Надо же! Шедший рядом Джирайя сложил руки на груди, осматривая разрушения, оставленные боем Обита и Данзо. Что тут за техники использовались? Молодец, Шира, исполнил мое поручение. Обита все же обратил внимание на прибывших, одобряюще посмотрев на сына Арачимару. Вы немного опоздали, но я рад, что вы здесь. Спасибо за то, что послал Шира и известил нас о деянии Данзо. Джирайя начал медленно подходить к Обита, опасаясь, что он нападет на него. Но не мог бы ты отойти от него? Я обещаю. Нет, я клянусь, что его осудят по всей строгости закона. Это рискованно. Холодным голосом сказал Обита и свернул Данзо шею. Какаши настороженно вытащил Кунай. Джирайя встал в стойку, ожидая атаки, и Лешира оставался спокоен. Сам Обита теперь начал медленно подходить к своим собеседникам. В его глазу снова загорелся Шаринган, а сам он был серьезен, как никогда прежде. У него слишком много рычагов власти Наруто притащить его сюда силой и все это без указа Хокаге. Вы, как временно исполняющий обязанности Хокаге, не отдавали такого приказа. Мужчина вплотную подошел к Беловолосому. Советую запомнить одно. Любой, кто посмеет обидеть Наруто, будет иметь дело со мной. Донесите это до жителей деревни, если не хотите, чтобы я устроил в Канохе то же самое, что устроил здесь. Учиха закончил свою гневную тираду и пошел в один из коридоров, где чувствовал чакру своего ученика. Он стремительно ворвался в комнату, где находился Наруто. Учиха почти не целя запустил Кунай в тех Анбу, что пытались все это время взломать печать на его животе. Тела Анбу рухнули на пол с пробитыми от Куная головами. Наруто, Наруто, ты как? Учиха подбежал к ученику и обнял его. Обита, видя в каком состоянии его ученик корил себя за то, что он едва не погиб. Сэнсэй, вы пришли? Узумаки слабо улыбнулся, увидев Обита. Я знал, что вы придете. Сейчас, я тебя вытащу. Мужчина отпрянул в сторону рычага, расположившегося на стене. Он быстро дернул за него. Цепи спали, и кисти Наруто наконец оказались свободны. Тело юного джинчурики обмякло и окончательно лишилось сил. Обита вовремя подоспел и подхватил тело мальчика. Джинчурики подрагивающими от слабости руками обнял учителя, который также заточил его в своих объятиях. Прости меня, Наруто, из-за меня, из-за моей глупости. Тебя чуть не убили, всхлипнул мужчина, продолжая обнимать полуживого Узумаки. Сэнсэй, вам не со что извиняться. Объятия сэнсэй заставили Наруто улыбнуться во все 32, несмотря на сильную боль во всем теле. А теперь я бы очень хотел вздремнуть. И тут на проходе показались Какаши, Джирайя и Широ. Санин сразу направился изучать оборудование, стоявшее в этой комнате. Какаши также прошел мимо, обронив жалостливый взгляд на Наруто и своего мертвого друга. Широ молча подошел к Наруто и сел рядом с ним. Узумаки вновь улыбнулся, увидев лицо друга, то также улыбнулся и вместе с Обито помог ему встать на ноги. Наруто опирался на плечо Широ и поднял уставший взгляд на Джирайю. Джирайя сан, вы бы провели небольшую чистку в руководстве Канохи. Болезненно усмехнулся Джинчурики, смотря в глаза Санину. Я не думаю, что мои мама и папа обрадовались бы, если узнали, что вы оставите виновных безнаказанными. Не волнуйся, Наруто, твой сенсей уже наказал одного виновного. Джирайя почесал затылок и неловко улыбнулся. Впрочем, тебе нужно сейчас же доставить в больницу. Попытка сломать печать не проходит даром. Я не сильно теперь доверяю вам и вашей деревне, скептично высказался Обита. Я лично буду следить за Наруто, чтобы подобных казусов больше не случалось. Я приставлю своих лучших анбу для охраны Наруто, а если хочешь, можешь и сам заняться этим. Я передам всем, чтобы тебя не трогали. По рукам Джирайя протянул своему собеседнику руку. Хорошо, но если я что-то заподозрю, заберу Наруто с собой. Учиха все же принял условия Санина, пожав ему руку. Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Присоединяйся к нашему сообществу на Бусти или Патреон и поддерживай выход следующих релизов. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. Как и обещал Джирайя Обита, смог сам охранять покой ученика. Узумаки лежал под теплым одеялом, смотря в белый потолок. Кроме Шира и Джирайи, к нему больше никто не ходил. Заскучать Наруто не давал Обита, постоянно находившийся в комнате и разговаривающий на те или иные темы. Джинчурики молча перечитывал первую книгу Джирайи. Обита устроился на подоконнике, смотря на улицу. Обоих тут же отвлек стук в дверь. Эээ, открыто. Наруто отложил книгу в сторону и посмотрел на дверь. Спустя секунду дверь распахнулась и в комнату вошел высокий блондин с зелеными глазами. В руках он держал конверт с деньгами и букет цветов. Мужчиной этим был глава клана Яманако Инаичи. Пришел он сюда неспроста. Все время после нападения Арачимару он был сильно занят, но освободившись, грех нет благодарить того, кто спас жизнь твоей дочери. Ты ведь Узумаки Наруто? Мужчина взглянул на мальчика, Да, это я. Вам что-то нужно от меня? Поинтересовался Узумаки, кладя руки на одеяло. Я хотел бы отблагодарить тебя за то, что спас мою дочь из лап негодяя. Инаичи поставил букет на тумбочку и протянул юному Узумаки конверт. Возьми эти деньги, Наруто, и если что, я не приму твой отказ. Нет, я не могу их принять. Мальчик начал неуверенно отнекиваться, ибо это было не в его принципах. с деньгами в руку мальчику. Бери, Наруто, бери. Вмешался наконец Обита, хранивший молчание до сего момента. От помощи невежливо отказываться. Сенсей, вы сами говорили, что деньги это точно не самое важное в жизни. Деньги тебе сейчас необходимы, Наруто. Сам ведь понимаешь, что содержать такой особняк без денег просто нереально. Поэтому прими этот дар, пусть будут на первое время, пока у тебя не появится заработок от миссии. Негромогласно произнес Обита задумчиво, смотря на улицу деревни. А, кстати, Инаичи наконец обратил внимание на Учиху, сидевшего на подоконнике. До нас уже дошли вести о том, что вы уничтожили добрую половину Анбу Корня. По этому поводу сегодня будет проведен совет, на котором также будет обсуждаться вопрос похищения Наруто. Я думаю, вам было бы интересно оказаться там и высказать свое мнение. Я приду. Лаконичный ответ Обита не заставил себя долго ждать. Сенсей, вы меня одного оставите? Мальчик удивленно посмотрел на наставника, явно не желая отлучаться от него после недавних событий. Обита уже хотел что-то сказать своему юному ученику, но Инаичи опередил его. Наруто-кун, я не думаю, что ты сильно тут заскучаешь. Мужчина обратил свой взор за дверь. Давай, входи уже, не стой столбом. Узумаки удивленно посмотрел на мужчину, не понимая с кем говорит Инаичи. Раздались тихие шаги. Инаичи отошел в сторону, давая возможность пройти своей дочери. Ина была вся красная как помидор и от смущения не решалась посмотреть в глаза своему спасителю. На щеках Джинчурики также появился еле заметный румянец. Узумаки отвел глаза в сторону, слегка прикусив губу. Я думаю, мы здесь будем только мешать. К тому же совет начнется ним. В палате повисло неловкое молчание. Ина смотрела куда угодно, но только не в глаза Наруто. Сам Узумаки пялился в стену справа от себя, также предпочитая не встречаться глазами с ней. Обреченно вздохнув Наруто, решил наконец развеять эту гнетущую тишину. Ну, я думаю, надо нам наконец нормально представиться. Наруто неловко улыбнулся, запустив руку на затылок. Меня Наруто Узумаки зовут? А тебя ведь Ина, не так ли? Я Монако Ина, неуверенно представилась девочка. И я бы хотела сказать спасибо за то, что спас меня от того извращенца. Хех, обращайся. Узумаки снова разлегся, сложив руки на груди. Слушай, мы ведь раньше точно не виделись? А то мне кажется, что я тебя уже когда-то видел в Канохе, еще до того, как Сенсей забрал меня? Вполне возможно. Ина наконец решилась посмотреть в глаза Наруто. У тебя красивые глаза, просто идеально подходящий под цвет волос. Ямонако не знала, как еще продолжить разговор и решила сделать комплимент. Хех, спасибо, мне еще никто не делал комплиментов. Джинчурики вновь неловко заулыбался. Слушай, Наруто, а где ты все это время пропадал и почему появился только сейчас? Девочка подсела поближе к кровати, решив спросить у мальчика, почему его не было в Канохе много лет? Ну, если вкратце, то 6 лет назад на мой шестой день рождения за мной гнались толпа шиноби, идиотов, которые хотели побить меня. В попытке убежать от них я прибежал на кладбище к Канохе. Я помню, как споткнулся тогда, и меня окружили и принялись избивать. С каждым словом голос Наруто становился все более и более мрачным. Эти события потерял сознание, а когда проснулся, оказалось, что я находился далеко за пределами Канохи. Мой сенсей в тот день пришел на кладбище для того, чтобы почтить память возлюбленной, а также учителя и его жены. Он спас меня от этих уродов, забрал к себе и все эти годы обучал ремеслу шиноби. А, Наруто, а я помню, что взрослые постоянно плохо отзывались о тебе. Ну, почему так? Полюбопытствовала Ямонако, видя, как Кузумаки слабо улыбнулся, вспоминая свое знакомство с Собитой и его тренировки. Ты что-нибудь знаешь о Биджу? О девятихвостом лисе? Узумаки вопросительно покосился на собеседницу, убрав улыбку со своего лица. Двенадцать лет назад он атаковал Каноху, но четвертый Хокаги сразил его, при этом пожертвовав собственной жизнью. Биджу нельзя убить, голос Джинчурики стал тихим и вкрачевым. Хвостатые это сгустки, чакры, обладающие разумом. Даже если и убить их, они спустя некоторое время вернутся к жизни. Единственный способ остановить такого зверя заточить его в теле человека. На этих словах Наруто резко сжал кулаки, вспоминая, как к нему относились. Слухи о том, что четвертый убил лиса ложь, ведь истина такова, что он запечатал его в новорожденного дитя и этот ребенок, в котором заключен зверь, я. Именно поэтому большая часть жителей боялась и ненавидела меня. Наруто неожиданно для Ино улыбнулся, смотря в стену напротив себя. А зная не о том, что четвертый был моим отцом, все относились бы ко мне иначе, но спасибо старику третьему. Твой отец это желтая молния? Ино чуть не подскочила от удивления, узнав, что перед ней сын самого знаменитого шиноби современности и четвертого Хокаги по совместительству. Да, странно такое слышать из уст мальчика, которого знаешь от силы час, ухмыльнулся Наруто, приняв сидячее положение. Но это действительно так. Намекадзе Минато был моим отцом. Но почему тогда твоя фамилия Узумаки? Фамилию матери мне дали для того, чтобы защитить от врагов отца. Наруто состроил за умное выражение лица, махнув рукой. Во всяком случае, я думаю, что я должен был быть человеком без ничего, чтобы в конце концов из меня можно было сделать послушный инструмент для верхушки Канохи. Как же я благодарен своему сенсею за то, что он забрал меня и все эти годы тренировал. Повисла тишина. Узумаки задумчиво смотрел куда-то в стену напротив. Аина, не зная, как продолжать этот диалог, рассматривала палату. Слушай, ты не могла бы рассказать о себе? Я ведь о себе уже рассказал. Неожиданно заговорил Наруто, косясь на собеседницу. А, ну, конечно могу. Тем временем, зал совета. В зале совета собрались две главы кланов, двое старейшины временных Хокаги деревни Джирайя. Все ожидали прихода последнего участника этого заседания. Этим участником был и виновник этого собрания, человек, убивший Данзо и помогший третьему в борьбе с воскрешенными Хокаги Обита. Правда, о том, кто скрывался за маской, знал лишь один Наруто. У двери появилась воронка, из которой спустя секунду вышел Учиха. Окинув зал холодным взглядом, сенсей Наруто устроился у двери. Тогда, со своего места, встал Шикаку Нара, глава клана Нара и один из ключевых лиц в руководстве Канохи. Итак, раз все уже собрались, давайте начнем наше заседание. На обсуждении стоит вопрос по поводу убийства Шамуры Данзо, старейшины Канохи и возможного кандидата на пост пятого Хокаги, человеком в маске. Вы не могли бы все же раскрыть нам свое имя? Нара обратился к Обита, пристроившегося у двери. У меня давно уже нет имени. Холодным голосом высказался Учиха, посмотрев на членов совета. И вы собрались здесь обсудить смерть Данзо, а не мое имя. Так что, давайте уже перейдем к сути. Тогда хотелось бы знать, чем оправдано такое деяние. Первым вопрос задал Хьюго Хиаше. Почему я должен оправдываться? Обита демонстративно сложил руки на груди, будто показывая, что все, собравшиеся здесь, для него просто никто. Шамура Данзо не раз нарушал законы Канохи. Например, как вы объясните то, что он использовал глаза членов клана, моего клана, для того, чтобы иметь возможность использовать запретную технику клана Учиха Изанаги, или его сотрудничество с Рачимару, или то, что он не помогал при эвакуации жителей во время нападения Лиса. А тогда, как вы объясните то, что Хирузен тогда рассказал о том, что говорил ему Минато незадолго до смерти, высказался один из старейшин Хомура. И что он рассказал? Стало интересно Учихе, отчего он даже выпрямился во весь рост. Ссылаясь на слова Минато, Хирузен рассказал о том, что Девятихвостово подчинил человек в маске, у которого был Шаринган. Вы подходите по всем характеристикам. Так скажите, зачем вы здесь после всего содеянного? Я согласна, опираясь на слова Минато. Третий сказал нам о человеке в маске, что он смог проникнуть через барьер, уничтожить отряд Анбу и подчинить Кьюби своей воле. Вы уничтожили собственными руками чуть ли не весь корень Анбу. Убили Данзо, который был одним из сильнейших шиноби Канохи. Возможно, что именно на вас лежит вина за события 10 октября. Вставила Кухару, кинув пренебрежительный взгляд на Обита. В зале началось живое обсуждение этого вопроса. Обита тем временем застыл, как вкопанный. До этого он считал, что Лис сам вырвался из тела Кушины, но теперь оказывается, что в то время был Учиха, который смог подчинить Девятихвостова своей воле. Но кто же этот загадочный Учиха? Неужели это был Мадара? Неужели он смог так долго прожить? Пронеслась единственная мысль в голове Обита. Неужели нашелся тот, кто смог пройти через барьер незамеченным, уничтожить целый отряд Учиха ничуть не уступает ему по силе? Вы собираетесь отвечать на этот вопрос? Переспросил Хомара, вырвав Обита из длительных раздумий. Да, Обита снова оживился в мыслях, сформулировав ответ. Зачем мне нападать на Каноху и натравливать на нее Лиса? А потом спустя шесть лет забирать с собой Наруто, тренировать его все эти годы и вернуться в тот момент, когда Каноха нуждалась в помощи. Скажите мне, будет ли логично то, что я шесть долгих лет растил мальчика, тренировал его, учил тому, что ненависть к Канохе не даст ничего хорошего? Будет ли логично то, что я помог третьему в бою против Арачимару и воскрешенных Хокаги? Я не знаю, кто этот Учиха, но одно могу сказать точно, это был не я. Я ведь и сам не раз говорил, что являюсь независимым союзником деревни Листа и защищаю ее из тени, охраняя последнюю волю учителя. А если я союзник, то зачем мне разрушать Каноху? Позвольте мне высказаться. Джирайя встал со своего места. Мои люди нашли неопровержимые доказательства того, что сейчас сказал учитель Наруто, но это касается лишь Данзо, кто хиток и распечатал его. Тогда все собравшиеся увидели скрюченную белую руку с вживленными в нее шаринганами. Кроме того, Данзо похитил Наруто и пытался убить его путем извлечения Лиса. Перезапечатывание можно произвести лишь с одобрения Хокаги и большей части совета, но Данзо сделал это без согласований со мной и вами, господа главы кланов и советники. Зная вас, Санин указал на старейшин, я скажу лишь то, что вы ничуть не лучше Данзо, если готовы оправдывать его преступления. Шимура Данзо получил по заслугам, поэтому он повернулся уже к обето. Мы не будем вас преследовать. Я рад, что здесь еще остались здравомыслящие люди. Учиха вновь исчез в воронке. Ну поцаревшееся молчание прервал Инаичи. Джирайя-сан, кто будет следующим правителем? Я сегодня говорил на эту тему сэнсэем. Санин задумчиво сложил руки в замок. По правде говоря, Хирузен-сэй хочет видеть своим преемником меня, но я не считаю себя подходящим человеком для такой должности, как Хакаги. И что вы предлагаете? Вопрос был задан самым молчаливым членом совета, главой клана Абурами. Хм, я думаю разыскать Сунаде. Прикладывая палец к подбородку, хмыкнул старик. Отправлюсь через два дня, на сегодня все. Пока шли эти два дня, Наруто уже выписали из больницы, однако теперь ему ни при каких обстоятельствах нельзя было использовать силу Девятихвостого. Из-за Данзо печать была сильно повреждена, и сильный гнев мог позволить Кьюби полностью овладеть Наруто. Джирайя хоть и знал Фуинзюцу, но с такими сложными печатями, как Шикифуджин, ему не доводилось работать. Пусть у него и был ключ, переданный еще от Минато, но лучше не рисковать. Печать держалась на честном слове, и вмешиваться в ее структуру, Джирайя было страшно представить эти последствия. В исправлении такой печати мог помочь лишь мастер запечатывания Узумаки, но, увы, члены этого великого клана были рассеяны по всему миру. Узумаки, находясь у себя дома, рассматривал пожелтевшие фотографии с родителями из альбома, которые ему удалось найти в библиотеке. Джинчурики, видя улыбающуюся пару, волнительно дышал. Мальчик с грустью на лице провел рукой по странице альбома, а на его глазах выступили слезы. «Надеюсь, вам там намного лучше, чем здесь». Джинчурики, тихо смахнув слезу, неподвижным взглядом смотрел на фотографии, начиная перелистывать страницы. Узумаки так и дальше бы занимался этим, если бы не стук в дверь. «Войдите!» Наруто спешно вытер слезы, откладывая альбом в сторону. Дверь скрипнула и в гостиницу прошел Джирайя. За его спиной была видна походная сумка, что не укрылась от внимания крестника. «Вам что-то нужно, крестный?» спросил мальчик, смотря на Санина. «Ты что, плакал?» Джирайя заметил слабозаметную красную кайму вокруг глаз юного Узумаки, отчего Наруто спешно отвернул голову. «Да я просто не выспался, вот». Узумаки невинно улыбнулся, запуская руки в волосы. «Ну, так зачем вы пришли?» «Я вот хотел предложить тебе сходить со мной на поиски пятой Хакаги. Широ уже согласился, а ты не желаешь составить компанию?» Наконец полюбопытствовал Санин, ясно чувствуя, что мальчик ему лжет, но заговорить на эту тему он не решился. «Хм, почему бы и нет, если здесь мне все равно делать нечего?» Равнодушно хмыкнув, мальчик пожал плечами. «Только давайте завтра, а то прямо сейчас идти как-то неохота, тем более мне нужно поговорить об этом сэнсэем, чтобы не терял». «Хорошо, завтра так завтра». Джирайя улыбнулся, покидая своего крестника и оставляя его наедине с самим собой. Как только Санин ушел, Узумаки завалился на диван, закидывая руки под голову и лениво зевая, смотря в потолок. Джинчурьке порой время от времени казалось, что все происходящее кругом сон, раз он специально по заказу родителей или он уже тут до этого стоял? Вслух спросил у себя самого Наруто, почесывая щеку и продолжая прожигать потолок своим взглядом. «Насколько мне известно, нет». Наруто широко улыбнулся, принимая сидячее положение, едва заслышав голос сэнсея. Обита стоял на лестнице в одной руке, держа свою маску. «А, сэнсэй, я как раз хотел с вами поговорить?» Мальчишка подбежал к Обита, крепко обнимая его за поясницу и поднимая веселые полные озорства глаза на наставника. «Для начала отпусти меня, а то позвоночник сейчас треснет». Обита даже немного удивился такой физической силе двенадцатилетнего мальца, раз от этого даже почувствовал небольшой дискомфорт. Наруто послушно кивнул, отпуская сэнсея и своей стальной хватки. «Ладно, о чем ты хотел поговорить?» Крестный, ну он же Джирайя, предложил мне отправиться вместе с ним на поиски пятого Хокаги. «Вот и я хочу спросить вашего разрешения, можно мне пойти вместе с ним?» Немного неуверенным тоном выдавил Узумаки с надеждой в глазах, смотря на сэнсея. «Конечно, можешь идти, я не против». Учиха улыбнулся и, положив одну руку на голову мальчика, ласково потрепал его за волосы, заставляя его лицо рассыпаться в милой и по-детски наивной улыбке. «Но я все равно буду где-нибудь рядом, на всякий случай». «Ну ладно, тебя что-то еще беспокоит?» Обита заметил немного неряшливый и растерянный вид ученика. «Да, знаете, я как-то недавно пытался разговорить Девятихвостого». Улыбка исчезла с лица Наруто. Узумаки почесал голову, вспоминая подробности разговора. «И что? Ты что-то узнал?» «Да!» воскликнул юный джинчурики. «Он сказал, что в том, что произошло в день моего рождения, его вины нет. Что в этом виноват такой же человек, как и мы с вами. И мне теперь не дает покоя эта мысль». «Человек, говоришь?» Обита отвел взгляд в сторону, пытаясь сообразить, что или кого мог иметь в виду Девятихвостый. У Минато сенсей было много недругов. Но тут явно что-то нечисто. Чтобы противостоять Минато сенсею и управлять лисом, нужно быть шиноби невиданной силы», хмыкнул Учиха, рассуждая вслух. «Возможно, ублюдок Данзо мог приложить к этому руку. Впрочем, нам нужны веские основания, помимо предположений». В воздухе повисло молчание. Учитель и ученик каждый думал о чем-то своем, не обращая внимания на присутствие другого. Тут явно что-то нечистое. Сначала старейшины рассказали о том, что в глазах лиса горел шаринган и о том, что этот кто-то сражался с Минато сенсеем. Теперь еще и Наруто говорит о том, что рассказал ему Кьюби. Обито и сам не заметил, как постепенно погрузился в свои раздумья, даже не замечая мальчика, стоявшего рядом. Возможно, ублюдок Данзо имеет к этому отношение, но если же Мадара в действительности остался жив, или же нашел преемника. Если это так, наше дело плохе. Он обязательно попытается еще раз захватить Кьюби, а это уже напрямую несет угрозу жизни Наруто. И еще кое-что, сенсей. Наруто склонил голову вниз, решаясь попросить наставника кое о чем и резко прерывая его размышления. Я бы хотел как-нибудь посетить Узушуо. Узушуо давно в руинах, зачем тебе туда? Отвлекшись от раздумий спросил Обита. Не знаю. Узумаки с мрачным видом сжал свою футболку на груди. Там, где было сердце. Но там когда-то жила моя мама. Я хочу увидеть деревню. Откуда происходит она? Хочу увидеть свою вторую родину. Если ты так желаешь, то почему бы и нет? Мужчина мягко улыбнулся, вновь потрепав ученика по волосам. Ладно, не скучай там без меня. Продолжение следует. Конец пятнадцатой главы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok